Дальнейшую дорожную карту развития региона очертил президент Азербайджана Ильхам Алиев. На днях глава государства заявил о создании новой многосторонней платформы сотрудничества. Речь идет об Азербайджане, Турции, России, Иране, Грузии и, возможно, Армении. Со всеми странами, помимо Армении, из-за ее оккупационной политики, Азербайджан так или иначе взаимодействует, в частности, в трехсторонних региональных форматах. Остается новая платформа для развития всего региона. Азербайджан одержал победу не только тем, что вернул свои территории. Азербайджан создал новую геополитическую реальность сегодня. И об этом четко было заявлено и четко было сказано. Дипломат отметил, что предстоит большая работа, несмотря на то, что практически все страны выразили готовность укреплять сотрудничество в новом формате. Многосторонняя платформа позволит эффективно развивать экономику каждого государства, что в свою очередь приведет к стабильности, повышению уровня жизни и процветанию всего региона. Если в армянском обществе наступит такое прояснение, появится мудрость, и они поймут, что другого решения нет, и начнут вливаться в экономические проекты, начнут нормальную жизнь, начнут открывать границы. Если армянское общество поймет, что другого пути нет, то в регионе вообще обстановка изменится коренным образом. Сегодня территориальную целостность Азербайджана признают все страны мира, напомнил Пол Адбельблёглы. Посол выразил сожаление, что различные силы, вместо того, чтобы помочь Армении сойти с пути деструктивности, подливая масло в огонь, вдохновляют ее на новые агрессивные шаги против Азербайджана. Ведь только осознав реальность, у руководства Армении есть шанс выйти из тупика, в который они сами себя загнали.